Виктор Николаевич Павленко Один из самых актуальных сегодня болезненных вопросов, которые волнуют наших горожан, жителей, это вопрос взноса средств на капитальный ремонт жилья. Вы неоднократно говорили о том, что эта система нуждается в модернизации, в отладке. В чем конкретно должна выражаться эта отладка и что по этому поводу думают ваши коллеги? Ну, по сути, Совет Федерации это Верхняя Палата и является Палатой регионов, как говорит наш председатель Иван Матвиенко. Это действительно так. И суть создания Верхней Палаты была в этом, что люди от земли, как вы говорите, с места вносят поправки в законы, которые представляются правительством, государственной думой. Поэтому мы этим занимаемся. Ну, вот один из, вы совершенно правильно сказали, животрепещущих моментов, это, конечно, плата за капитальный ремонт. И, ну, будучи еще мэром, я предлагал, что касается системы очень сложная, закон это федеральный позволяет, я предлагал, что для города Архангельска, ну, может быть, и для города Северодвинска, для крупных городов, но особенно для города Архангельска, этот фонд сделать отдельно. Для города закон это позволял. Ну, к сожалению, нас не услышали, образовался общий фонд, и я где-то, конечно, понимаю задачи, которые стоят перед областью, перед губернатором, о том, чтобы это был единый котел. И суть в законе, как всегда, все очень здорово прописано, о том, что, значит, деньги аккумулируются, они никуда не деваются, они там копятся на спецсчете или в банке, привлекаются инвестиционные компании, участвуют. Ну, в законе все очень хорошо, а на деле получилось, конечно, очень сложно, потому что получается, что, ну, вот, например, пример привожу, кто-то построил квартиру, ну, все новые дома, видите, никто не получает квартиры просто так, да, ну, за исключением, там, переселения светлоаварийного жилья, но это небольшой процент. Остальное, вот мы там в городе Архангельске минимум от 70 до 130 тысяч квадратных метров сдавали жилье, значит, люди построили за собственные средства квартиру, некоторые еще не успели выплатить кредит, некоторые ипотеку, отчасти проблемы с ипотекой, и они уже там платят деньги за капитальный ремонт, и они, конечно, справедливо возмущаются, а где наши деньги? Ну, например, по городу Архангельску, скажем, прошлый год, в фонд поступило различные источники, это платят жители, платит муниципалитет свою долю, вот, и в итоге было собрано где-то примерно 180 миллионов рублей, отремонтировано домов где-то на 90 миллионов рублей. Я не говорю, что эти деньги кто-нибудь украл там и так далее, но где эти деньги? Где они лежат на счету? Или пошли на ремонт в других муниципальных образованиях в городе Архангельске? Вот такая цифра. Затем принято решение во многих регионах и у нас тоже о том, чтобы одинокие жители города в преклонном возрасте не платили вообще. Я за, я очень уважаю ветерану, преклоняюсь перед ними, вот, но я бы добавил одиноко проживающих, потому что масса случаев, и будучи работая мэром города, ко мне обращаются жители в преклонном возрасте, помогите, у меня нечем оплатить квартиру. Вот, а что такое происходит? Живут там в трехкомнатной квартире, одна там бабушка в основном там, вот, вот, я говорю, так вы продайте, купите квартиру поменьше, там у вас будут какие-то избережения, там, вот. Вот, она говорит, нет, у меня тут внучка, вот, поэтому я ей там передам. Поэтому, ну, почему там кто-то должен платить за внучку бабушки и так далее? И такие примеры очень много. Вот, я недавно вернулся в Сен-Гушетти, и глава республики, тот вообще отменил своей республике плату на капремонт от жителей. Каким образом он поступает? Он подтягивает инвесторов, скажем, где-то возможно в домах, а в новых домах это везде возможно. Первые этажи он отдает коммерческим структурам, которые там магазины открывают, какие-то спортивные центры, вот. Вот, и плата за это идет, плата за капитальный ремонт сего дома. Вот, поэтому формы еще можно привести ряд примеров, то есть закон требует, ну, и здесь и на месте можно решать в рамках существующего закона, ну, и закон требует вот этой наладки, как любой хороший механизм. Виктор Николаевич, вы входите в состав комитета Совета Федерации, который в том числе занимается и вопросами Севера. В связи с этим у нас много вопросов. Вы много говорили о том, что Архангельск это ворота в Арктику, это столица освоения Арктики и так далее. А сейчас мы можем говорить о том, что мы, к сожалению, проиграли эту битву, уступили другим регионам Мурманску, Санкт-Петербургу, или все-таки у нас еще есть шанс? Что надо для этого сделать на федеральном, региональном уровне, местном уровне? Я действительно работаю в комитете Совета Федерации по федеративному устройству, местному самоправлению и делам Севера, так полностью он называется. И, честно говоря, когда я определял комитет, у меня не было сомнений, в каком комитете работать, потому что, действительно, это один из важнейших комитетов, я считаю, в Совете Федерации, где есть местное самоправление и особенно дела Севера, что так близко и необходимо для нашей Архангельской области и для города Архангельска к столице. Ну, да, я не раз говорил и буду говорить, что Архангельска – это ворота в Арктику. Это исторически так сложилось, и, конечно, на современном этапе нам надо за это побороться. Но это такое, знаете, как флаг. Ворота в Арктику – это как флаг. К этому флагу должна быть политика, экономика и так далее. И в этом плане я активно выключился в работу, являясь членами-экспертом Совета при Совете Федерации, который возглавляет Штеров Вячеслав Анатольевич. И этим вопросом развития Арктики, Севмор Пути, очень активно наш председатель занимается, Валентин Иванович Матвиенко. И поэтому вот за короткий период, пока я сентября работаю, произошло уже ряд таких, я считаю, очень важных мероприятий. Ну, во-первых, мы обсудили вместе, вы знаете, создана Госкомиссия, которую возглавляет вице-премьер Олег Дмитриевич Рогозин. Вот человек очень активный и так далее. И вот две такие серьезные структуры, это как Совет Федерации и Госкомиссия провели совместное заседание в Совете Федерации, где определили рамочный закон о развитии Арктики. Это важно, никогда этого не было, должен быть закон о развитии Арктики. Это первое. Значит, этот закон, естественно, должен наполняться конкретными программами. Ну вот, президиуму Госсовета состоялся 9 марта этого года, где обсуждалась уже конкретная программа развития Арктической зоны до 2020 года. И дано постановление, дано правительству Российской Федерации до 1 апреля, вот я еще пока не видел постановление, значит, внести постановление правительства о развитии Арктики, где были внесены новые поправки в эту программу. В части, вот что самое главное в этой программе, чтобы вот сегодня, вы правильно сказали в начале, да, о том, что тянут одеяло. Архангельск это ворота, Мурманск тоже вроде ворота, Санкт-Петербург тем более. Вот чтобы этого не происходило, определили некоторые экономические зоны. Вот Архангельск чем может участвовать в Арктике? Это, конечно, у нас порт, пусть замерзающий, но плечо доставки грузов на Севморпуте, к станциям, к объектам добычи газа, нефти, у нас совершенно такой короткий, экономически более выгодный. То есть, скажем, копятся здесь, как тыловая база, копятся здесь товары, продовольствие, необходимое оборудование, и потом оно в инновационный период забрасывается. Затем плечо и логистика авиационная, она тоже ближе, я думаю, что ее развитие, уже начавшее развитие аэропорта Талаги, оно этому как раз направлено на это. То есть, вот эта логистика есть, строительство глубоководного порта в этой связи. Развитие, все-таки, конечно, это очень сложный проект, дорогостоящий Белкомор, но это тоже направлено. То есть, сегодня надо, для того, чтобы, что касается Сивоморпути, ее надо загрузить экономически, чтобы это было выгодно для предпринимателей, чтобы они не через Суэцкий и Панамский канал повезли. Это далеко, но это дешево. Это долго, далеко, но дешево. Вот на настоящий момент все считается деньгами. То Сивоморпути даст вот такой короткий путь, вот, и более дешевый. Но для этого нужно все это дело обустроить. Вот для этого нужен закон, который рамочный принят, и он будет внесен где-то после 1 сентября этого года. Уже программа должна вот в апреле быть внесена. В этой программе Архангельск присутствует все-таки. Присутствует единственным, к сожалению, пунктом. Это создание медицинского центра, который как бы будет обслуживать Арктику. На базе нашего университета медицинского и на базе военного госпиталя. Ну, этот вопрос сейчас решается. Я думаю, что в этом Архангельск займет свое место. Но надо двигаться дальше. Я знаю это очень правильно. Губерантор создал отдел по Арктике. Там несколько человек в этом отделе. Мы начинаем совместную работу. То есть здесь работа должна быть всех полностью. Потому что считал и считаю, говоря о том, что Архангельск – это ворота в Арктике, как флаг. Мы этот флаг должны наполнять конкретными какими-то экономическими программами. И я думаю, что надо вместе двигаться. Считаю, что все-таки перспектива развития наряду, безусловно, с продолжением развития лесопромышленного комплекса. 65% он дает в бюджет нашей области. Это восстановляемые природные ресурсы и так далее. Хотя с восстановлением пока, так сказать, есть проблемы. Но я думаю, что эта система наладится. То есть мы входим в пять основных кластеров по России. Лесопромышленный комплекс. Благодаря созданной какой-то законодательной базе здесь в области. И, конечно, инвестиционной политике частников. Это, конечно, оборонный комплекс. И здесь, конечно, наши северодвинские предприятия, они уже себе показали. В строительстве платформ, например, разломная. И они готовы эту задачу выполнять. И я думаю, что наряду с военными заказами вернется и заказы гражданские. То есть вот он комплекс проблем, который даст развитие в целом к существующим традиционным отраслям Архангельской области. То есть выводы делать еще рано. Программа и закон — это живой механизм. Они могут меняться, но вполне создавая... Вывод надо сделать один, что работа активно идет. И это очень важно. То есть вот еще буквально полгода назад были одни разговоры. И я их здесь слышал, мы их слышали. Но в последнее время уже перешло в конкретику. И думаю, что эта конкретика выльется в закон. Пусть он будет рамочный. Закон — это важно. И будет этот закон о развитии Арктической зоны наполняться программой. Вот есть программа, еще раз подчеркиваю, программа развития Арктической зоны до 2020 года. Там очень много всего прописано. И очень главная, одна из главных составляющих — это развитие транспорта, особенно авиации, потому что другой там дорог нет. Вот. И это тоже в программе развития авиации до 2020 года, федеральной программе, тоже прописано. То есть движение пошло. И я думаю, что вот это сочетание все-таки активности Совета Федерации в целом и Госкомиссии, оно даст результат по развитию Арктики. Вот вы сказали об авиации. Давайте поподробнее об этом поговорим. Есть такой любопытный факт о том, что улететь из Архангельска в Сочи стоит гораздо дешевле, чем из Архангельска в Нарьинмар. Как-то странно. Более того, малая авиация, которая еще там несколько десятилетий назад была главным связующим звеном областного центра и приарктических территорий, как и других муниципалитетов, которые расположены в труднодоступных районах, сейчас малая авиация, к сожалению, находится в упадке. Обсуждается ли развитие малой авиации в Совете Федерации, в федеральных органах власти? Вот поподробнее об этом расскажите, пожалуйста. Вы знаете, да, это огромнейший вопрос для всех арктических территорий, особенно там отдаленных, мы здесь поближе, все-таки мы к Арктике, северо-запад России представляем, такие территории, как и Якутск, и Камчатка, и Дальний Восток, конечно, вообще проблема. Но существует государственная программа, правильно сказать, поддержки, она будет продолжаться, хотя, конечно, это удовольствие очень дорогое, билет в Якутск, по-моему, там порядка 60 тысяч стоит, и, конечно, если бы не было государственной поддержки, то люди бы просто были оторваны. Поэтому, что касается Архангельской области, здесь все-таки ситуация, слава Богу, это один из таких успехов Архангельской области и преемственность. Я по добрым словам вспомню Антона Анатольевича Ефремова, губернатора нашей, Царства Небесной нашей области. Так вот он положил, это шло в 90-е годы, ликвидация всего и вся. И поэтому, конечно, второй авиаотряд, он бы в те годы уже давно на металлолом, и как Катунина, ничего бы не осталось, наверное, и плиты бы же вывезли. Но благодаря его вот этой жесткой позиции, и времена были сложные, но он нашел средства и датировались, и помогали второму авиаотряду, и сохранили этот авиаотряд. Ну, конечно, и он сам приложил большие усилия, руководство авиаотряда, там вертолеты и самолеты зарабатывали деньги где-то там в Африке, вот в других там частях света. У меня просто есть друзья, вертолетчики, командиры вертолетов, которые там работали. И вот это вот дало возможность сохранить. Второй авиаотряд сохранен, конечно, уже техника старенькая, вот это и наши самолеты-кукурузники, так называемые, Ан-2, ну там ЛК-410, потом появились более комфортные вертолеты. Но сохранено. И сейчас, как бы тоже трудно не было, правительство области все-таки выделяет на дотации в Мизене, в Лишуконь, там, где невозможно, нет дорог, конечно, дотации должны сохраняться. Конечно, Котлас — это не новая земля, конечно, хотя на новую землю тоже самолеты летают регулярно и возят пассажиров. То есть новая земля не оторвана от города Архангельска, от Архангельской области. Ну и Котлас. Вот сейчас идут проекты произведения Котласского аэропорта, да, участники укладывают это, была бы тоже хорошая логистическая схема движения транспорта. То есть, что касается Архангельской области, здесь ситуация более-менее благополучная, но она требует, так сказать, все-таки модернизации. В этой связи есть федеральная программа развития авиации вообще в России, где, так под пунктом, есть развитие авиации на севере. Вот, конечно, речь идет, и здесь огромнейший провал, это не мои оценки, а акценки экспертов, которые нам докладывают члены Совета Федерации. Вот, провал огромнейший вот в этой отрасли, да. То есть, никто этим просто не занимался, да. Больше скажу, даже есть там горячие головы, которые там предлагают самолеты, там, типа, там, Суперджет и так далее. Ну, куда они? Они же должны быть на приспособленную площадку, бетонную, там, целая инфраструктура, куча людей должны быть задействованы. А сегодня нужны, конечно, самолеты малой вместимости, от 5, там, до 20, до 50 мест максимум. Значит, такие предложения есть, и, конечно, вот в этом случае идет большая работа. Я думаю, что вот эта подвижка, она произойдет, и новые самолеты появятся, конечно, не без государственной поддержки, потому что авиационные компании, если взять тот же второй наш авиаотряд, вот, который базируется в войсково, конечно, им не потянуть. Может, они будут тоже как-то участвовать, частно государственные будут такие, может быть, в этом будут участвовать и регионы своими деньгами. Ну, то есть, эти совместные усилия дадут возможность все-таки, ну, наладить стабильную авиационную связь с населением нашей области. А у нас еще есть и земля Франции Иосифа, и когда рассказываешь об этом, все считают, что это, вернее, даже не догадываются, что это тоже Архангельская область, и там тоже живут люди. Да, но, как правило, поддержка малой авиации – это вопрос больше регионального уровня. И, соответственно, бизнесу, который вкладывает сюда деньги, нужны государственные гарантии, гарантии региона, что те технические средства, которые они покупают, будут работать много-много-много десятков лет. Был случай в Красноярском крае, когда частный инвестор вложился в покупку тех же «Элик», а в следующем году регион отменил попросту эти дотации, и сейчас самолеты стоят, за лизинг платить нечем, и люди просто летать не могут. Хороший вопрос, и мы его действительно обсуждали. На совещании на круглом столе был такой большой круглый стол, наверное, недели две назад в Совете Федерации, именно этим темам посвящен, и этот вопрос тоже звучал. Конечно, это должен быть четкий заказ все-таки региональной власти, куда летать, сколько нужно самолетов, какая логистика, какие нужны посадочные полосы, то ли это будут грунтовые, то ли это будут специально оборудованные. Поэтому, конечно, это вопрос очень важный. Ну, я там привел пример на этом круглом столе, говорю, а не усложняем ли мы, уважаемые товарищи, вот 20 лет назад, тоже вот сегодня второй раз уже вспоминая Антона Анатольевича Ефремова, о том, что он дал команду всем, и мы, собравшись там всей командой, нашли взлетно-посадочную полосу там в Пиннике где-то, которая бесхозная там была, немецкая полевая железная полоса, вот, и на Соловках 20 лет прошло. Вот кто-то из тех москвичей, которые там говорят, да, мы вот летаем на Соловки, но все, она уже тоже устарела, 20 лет простояла, так может быть, как-то локально использовать, мы же все время хвастаемся там Сколково, нанотехнологиями какими-то, еще чего-то, то есть или самолеты такие должны быть, как стрекоза, которым там не нужна особая взлетно-посадочная полоса, или площадки, которые могут вот развернуться. Ну, вы знаете, вот такие ситуации, конечно, не до жиру, да, да, понятно, там прежде всего и комфорт, прежде всего, конечно, безопасность для людей, вот, ну, надо искать и какие-то вот такие временные меры, потом их заменять, ну, временная мера, нет ничего постояннее, чем временная, и вот на Соловках до сих пор наша полоса так и функционирует. Вернемся к Арктике. Арктика это та территория, где работают наши крупные государственные корпорации, «Роснефть», «Газпром», их многочисленные дочки, год от года они наращивают объемы добычи, но при этом и также точно растет их убытки, к сожалению. И в этом году правительство впервые озадачилось этой темой и высказало намерение привязать прибыль госкорпораций к уровню зарплат топ-менеджеров этих компаний. Как вы считаете, почему именно сейчас правительство акцентировало внимание на этой теме и не познали? Ну, что касается вообще построения экономики от нефти, это, конечно, уже призвано и уже звучит на высоком уровне, что это было не совсем правильно. Нужно развивать и иную промышленность, а просто не сидеть на этой нефтяной игле. Вот я об этом хочу сказать. И, конечно, спохватились, но поздновато как раз и кризис тут накрыл и так далее, и так далее. Но пока, что называется, с честью выходят с этого положения, хотя очень сложно сейчас экономическое положение. Вот. Ну и много разговоров ушло о высокой заработной плате, приводятся там примеры, там и в Роснефти. Один миллион рублей в день зарплата руководителя компании нефтяной. Ну, в сравнении вот даже, да. И нам предложили, мы тут обсуждали на комитете, все-таки ограничить заработную плату главных врачей больниц. И мы подняли этот вопрос. А почему мы не ограничиваем тогда, это же госкооперации, это там 100 или 90 процентов или 50 с чем-то. Это акции государства, это, собственно, государственная корпорация. Почему вот такое несоответствие? Вот, что касается главных врачей, пришли к выводу, что надо один к восьми, так предложило правительство Российской Федерации, мы там согласились, да. Ну и поставили вопрос о том, чтобы и это привести в соответствие. Тоже какой-то один к восьми или один к статам и так далее, там, ну должно быть соответствующий, это неумоверно. Вообще, конечно, иногда, конечно, удивление вызывает вот такие моменты, хотя, конечно, их надо приводить в соответствие. И приводить это мгновенно, не раздражая людей, не заводя на это людей, да и просто это, ну, расточительно, что называется, для нашего государства. А какая-то дальнейшая оптимизация госкорпорации имеется в виду, планируется, ну, в части их непрофильных активов, ни для кого не секрет, что те же там РЖД владеют футбольными клубами, кинотеатрами и так далее. Да, планируется, и это тоже было. Вот Совет Федерации, еще раз возвращаясь к нашему разговору, совершенно правильный вопрос поставили, что мы люди с земли, и мы знаем, как бы, чаяния. Ну, депутаты Государственной Думы, они тоже люди, вот, с регионов, да, но у них там политика, у них там фракции, у нас этого ничего нет, никакой политики. Мы действуем как представители регионов, и наша задача, чтобы, так сказать, в регионах вот те проблемы, которые есть, они решались. Какие-то общие проблемы, они должны решаться для всей России, какие-то арктические территории, для арктической зоны, какие-то индивидуальные, там, в принципе, только, например, для города, для Архангельской области, да. Поэтому эти вопросы тоже мы обсуждали. Для меня удивительно, вот, я задал там такой же вопрос, руководитель, заместитель руководителя РЖД, вот, подождите, вы там клубы содержите, кто содержит, это тоже хорошее, там, хоккейная коробка. Замечательно, если есть какие-то излишки средства, но при этом, вот, идет речь о наших пригородных, например, электричках, да, здесь Архангельск, там, Онега, там, Няндама, вот, вот, они, проблема каждый год. Ну, здесь, к счастью, удалось отстоять, и все-таки есть и огромнейшая федеральная поддержка с федерального бюджета железной дороги, вы представляете, то есть, монстр, который раздает деньги, с федерального бюджета получает деньги на компенсацию, вот, электричек. Да еще требует софинансирование с региона, да, который и так так считает каждую копейку, но все-таки договорились об этом софинансировании, электрички все-таки работать будут, но вот вопрос справедливый. То есть, у них там нет ни электричек, все уже старье, уже там и рельсы надо менять, уже и надо то модернизировать и так далее. Вопрос, конечно, стоит, я думаю, что и не случайная смена руководства произошла РЖД Российской Федерации, поэтому я думаю, что новый руководитель все-таки упорядочить. И в любой фирме, я считаю, что не выполнил основные задачи, да, вот, заниматься, конечно, благотворительностью это здорово, там, пиаром и так далее, но это, наверное, нужно делать, когда уж действительно там все очень хорошо и просто некуда девать деньги. Но это, как показывает практика, это не так, поэтому надо заниматься своими основными задачами и вкладывать по полной схеме в экономику России. В Архангельской области не так давно изменилась система выборов глав муниципальных образований. Конечно, прошло еще не так много времени и, может быть, рано оценивать последствия этого шага, но все-таки каково ваше мнение? Я знаю, что когда система новая только обсуждалась в областном собрании, в правительстве области, вы были против? Я действительно был против и мое мнение не изменилось, что наиболее такой народной, демократической формой является избрание, всенародное избрание мэра города. Это железно. Я думаю, что мы вернемся к этой системе через несколько лет обязательно. Ну, такая система, ну, любая система, конечно, она может быть, безусловно, варианты в законе есть. Мы избрали здесь варианты глава города и он же так называемый сити-менеджер, да, а председатель гордумы остался просто председателем гордумы. Другая система предполагает, что председатель гордумы, он глава города, а есть чистый наемный сити-менеджер. Я считал, что и все-таки, когда ситуация уже складывалась о том, что надо принимать какое-то решение, да, вот, вплоть до того, что это, ну, нажимали, чтобы принято было такое решение, значит, мы пошли по варианту, который сегодня есть глава города, он же так сити-менеджер. Вы знаете, проблема заключается, я ее много раз озвучивал, даже, может быть, да, там, демократия, выборы и причастность людей к выборам тоже очень важна. Каждый, ты скажешь, я за тебя голосовал, я тебе задаю вопрос, почему лужи, почему снег не убирается, почему там дома строятся, то этот вопрос сейчас он задать не может. Или сказать, я за тебя не голосовал, ты такой-сякой и тоже прав. И вот эта демократия, она, это вот участие людей, соучастие людей в управлении городом. Вот кто это не понимает, вот, кто не изучал историю и общество знания, вот, тот, конечно, зря так считает. Вот, это первое. Но мы еще при этом, неважно, какая система, скажем, допустим, да, экономика, все равно экономика движет, и мои, там, проблемы с губернаторами, они заключались, там, кто-то что-то пишет, какие-то губернаторы собирался, никогда в жизни никуда не собирался, работал на своем месте и отставил интересы города. Так вот, экономика, она заключалась в том, что город Архангельск во все виды налогов собирает в год 30 миллиардов рублей, 30. Все отдает, вот, то есть, это единственный город-донор. Ну, когда там Коряжма была, не знаю, это, может быть, Новодвинск, наверное, да, там, по-моему, и в последнее время нет, только город Архангельск. Мы отдали в общую казну, обратно получили 4,5 миллиарда рублей. Из них 3,6 миллиарда рублей – это заработная оплата учителей, детские сады, то есть, обязательная, да, то, что мы должны отдать. Вот, на все про все осталось. И все, то есть, а на выполнение функций муниципалитет, самых минимальных, нужно примерно 11 миллиардов рублей. Вот такая арифметика простая, поэтому и здесь, вот, начиналось ведь хорошо, там, 131-й федеральный закон, все замечательно, там, было в начале, там, может, 20 или 30 обязательств, да, у муниципалитета. За что отвечает муниципалитет? Потом, в связи, там, с ситуацией разной и так далее, начали все передавать. Вот, все, что невозможно решить на региональном уровне, давайте передадим муниципалитетам, а потом всех спросим, и денег не дадим. Вот такая, немножко, понимаете, такая, я бы ее назвал, да, на телевидении не скажешь, такая скотская такая политика, извините за выражение, да. Вот, и она, а кому она хорошо? Мы ведь работаем для людей, да, можно главу, там, снять, поменять его и так далее, но надо менять систему. И я сто раз предлагал, что давайте мы, там, на российском уровне объявим, там, вот, муниципалитеты первого уровня, они отвечают за это, мосточки, калитку прибит, там, это, все, и под это дадим им 10 тысяч рублей, или 100 тысяч рублей, все, вот, и скажем мы, люди, они только за это отвечают, и у них под это есть только денег, все. Значит, город отвечает, вот, побольше функций, и дадим ему, там, 4,5 миллиарда рублей, и спросим его за эти 4,5 миллиарда. Мы регион за это, федерация за это, все, четкое распределение. Но этого не произошло, и сейчас этого нет. То есть денег в связи с переходом на новое управление городом не добавилось. Но я должен отметить и порадоваться за Игоря Викторовича Годзиша, что, значит, его, наверное, сегодня не прессует прокуратура, вот, не ходят к нему каждый день постарас судебные приставы, вот, ну, потому что у него комфортная ситуация, нет, как бы, противоречий с губернатором. Я ему в этом завидую просто. Но у него ничего, денег не прибавилось, ну, может, прибавится, не знаю. Поэтому сегодня, сегодня, еще раз говорю, должны быть созданы комфортные условия. Почему где-то я, может быть, внутри там где-то и согласен, что мы перешли на такую систему? Потому что наступили кризисные моменты. И, конечно, вот где-то я, конечно, в душе не согласен, но умом понимаю, что выстраивание вертикали в кризисный период, вот, единочалие, условно говоря, это необходимо. И поэтому, конечно, рассуждать там, даже если там сто раз право мэр города, да, то, конечно, в этой ситуации, в сложной, не надо. Надо четко выполнять задачи, которые есть. Но, когда непреткновение, возвращаясь к этому, должно быть четкое определение функций, ну, они, собственно, законовое определение, и под них средства, а не перекладывать там. Принцип «сам дурак» тут не проходит. Ну, вот каждый год главы муниципалитетов ждут, что в послании президента в любой другой программной речи прозвучит наконец-то фраза о том, что мы согласны пересмотреть межбюджетные отношения, больше денег дать муниципалитетам, но как-то пока не получается. Есть какие-то подвижки? Может быть, идут какие-то закулисные разговоры на эту тему? Ну, вот Совет Федерации не закулисный орган, он такой, верхняя палата нашего парламента, поэтому там все разговоры открыты. И совсем недавно проходил большое такое, большое совещание с участием мэров городов по случаю исполнения юбилея Ассоциации крупных городов России вот в Совете Федерации. И, конечно, эти вопросы снова поднимались, они там и остров, вплоть до того, что уже местного самоуправления практически нет, оно на нет сошло, и где-то там, может быть, и отчасти есть справедливость. Но и звучали вопросы, и я думаю, что это аксиома, что основа, основа всего, и самая близкая власть, это не просто слова к народу, это муниципальное образование. И, конечно, их нужно укреплять. Кто этого тоже не понимает, то будущее у нас, конечно, очень сложное. Поэтому муниципалитет, и это звучит, и я думаю, что должно звучать. Вот вы посмотрите, ну, город Архангельск, ладно, я сказал, зарабатывает, но мы еще очень много внимания уделяли развитию малого и среднего бизнеса, развитию тех же торгово-развлекательных центров, за которые меня там долбили на каждом шагу. А чего там плохого? Это рабочие места, это налог на землю, это смена инфраструктуры рядом стоящим, это самое, я тут слышу или где-то читаю ерунду. Вот построили Европарк, и теперь канализация там дренажной ливы не работает, потому что там стояла КНС, и ее уничтожили. Ее перенесли на другую сторону дороги, и сделали новую, а там она была развалена и так далее. Ну, кто бы позволил, вы представляете себе, ну, что ж, дураки, что ли, а куда течь? Значит, все, то есть перенесли, модернизировали, сделали лучше. И так строительство любого жилья, там за счет застройщиков шло с обременением перекладки инфраструктуры, тепла, света. И вот для того, чтобы там, ну, у нас не секрет, там лесозаводы, к сожалению, не работают, второй, там, третий, но мощности электрические остались, так оттуда, с Павла Усова, вот для строительства уже и храма, значит, транспорта пересадочного комплекса, вокруг которого там куча ненужных споров, ее просто надо достроить, благоустроить и наладить систему движения в городе. Потому что это не только, скажем, место для пассажиров, где они в комфортных условиях могут, но это организация транспортного движения. Об этом никто ничего не говорит, потому что в этом, наверное, не понимают просто, что это такое, да? Вот я вчера слышу и вижу, там идет ликвидация АПАПа, да? Вот, ну, простое решение, конечно, все ликвидировать предприятие муниципальное и отдать в аренду частникам. Но до этого я слышал о том, что это же какое безобразие, что в городе Архангельске транспорт частный, а что в этом плохого? Другое дело, заниматься его надстройкой, вот, чтобы не было гонок, там, пазиков во время часа пик. Но зато вы сейчас пустите в городе Архангельске большие автобусы большой вместимости, но вдруг такое там чудо произойдет, и у нас появятся эти автобусы, хотя для них нужен там, в чем проблема-то? Тариф-то. Тот, на котором ездят пазики, тем более они там еще переходят на газ, он еле-еле им позволяет. Не тариф, а цена билета. Вот, а автобусы большегрузы, они потом в час пик возят в воздух, что называется. Но это тоже социально значимое дело. Они там ходят и в цыгломень, и на экономию, и так далее, такие маршруты. Третья, тройка, высокогорка, и так далее. Они там и работали. Ну, сейчас посмотрим, как будет организация. Поэтому, конечно, ко всему нужно подходить планово. Критиковать, конечно, можно. Поэтому у сегодняшней власти есть все условия для того, чтобы город Архангельск рванул. Я в этом только желаю им удачи, потому что очень люблю свой город. Я здесь проработал 25 лет. И сейчас характер моей работы и режим, я являюсь сенатором от губернатора. Поэтому я где-то там, как складывается график, могу неделю здесь работать. Вот как сейчас я буду работать неделю. Здесь при прием граждан веду. Граждан приходит очень много. Ну, вопросы такого не федерального значения, честно говоря. Вопросы все равно местного значения. Люди жалуются и просят помочь в вопросах таких житейских, что называется. Вот, поэтому я здесь, вот, то, что от меня зависит, то, что мы обсудили, вот, вопросы развития там Арктики, транспорта и так далее, эти вопросы ставлю на комитете. Буду их отстаивать на любых уровнях для того, чтобы помочь городу Архангельску, Архангельской области, как все-таки не только исторически воротам, но, я думаю, что и настоящим воротам в Арктику. Хорошо, спасибо большое. Удачи вам в этом. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok